Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы искать ответы на вопросы, анализировать все происходящее, понимать, почему происходят те или иные события, ну и, конечно же, самое главное, как те или иные события влияют на нашу с вами жизнь и что мы с вами можем делать в точке сейчас, для того, чтобы в точке завтра мы оказались именно там, где мы с вами планируем. Конечно же, в этом помогают нам наши эксперты, наши гости. Здравствуйте, сегодня это Андрей Вегеринский, политический аналитик. Здравствуйте. Анастасия, приветствую вас. Не могу не начать из громких заявлений, которые уже и пришлось, в частности, опровергать. Во-первых, это касается того, что написало издание The New York Times. Они написали о том, что Путин якобы сигнализирует о готовности к переговорам. В Центре противодействия дезинформации украинскому заявили о том, что это фейк. И Путин якобы сигнализирует о готовности к переговорам для того, чтобы помешать помощи Украины. Это они комментировали таким образом статью в New York Times о том, что якобы Россия готова к миру. Там заявили, что для написания этого текста Российская Федерация задействовала американских журналистов, завербованных еще со времен их работы в России. А сигналы якобы, оно взято все в кавычки, российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности к переговорам с Украиной в Центре противодействия коррупции назвали возможными попытками Москвы помешать дальнейшей военной помощи украинской армии, армии Запада. Скажем так, кому вы больше верите? New York Times или Центр противодействия коррупции? И как нам тогда понимать? Получается, что New York Times, с точки зрения Центра противодействия коррупции, это завербованные журналисты с давних-давних давен, которые сейчас действуют на руку Путина и против интересов Украины? Я внесу небольшое уточнение. К счастью, Центр противодействия коррупции не занимается установлением, скажем, завербованных агентов, поэтому это Центр противодействия без информации. Да, да, простите. Я не формализмом занимаюсь, просто чтобы мы случайно не приписали с вами полномочия дополнительными какому-то Центру противодействия коррупции. Ой, прошу прощения, какому же ЦПК? Это же у нас не просто так, это серьезные люди. Извините, граждане ГОшники, наоборот, вашу честь защитил как мог, потому что вы такую глупость, вероятно, написать не смогли. Вы знаете, Анастасия, вот я сижу, не могу понять, вот о чем ценность подобного характера публикации со стороны Центра противодействия дезинформации. Если мы говорим о доказательствах завербованности агента, обычно агент становится завербованным с точки зрения признания как фактом, но в тех случаях, когда его задерживают непосредственно на месте совершения преступления. Либо же, ну, то есть он передает какую-то информацию, либо устанавливается факт уголовного преследования, в рамках уголовного преследования устанавливается факт сотрудничества с иностранными спецслужбами, либо выдают, допустим, представителей, или высылают, так корректнее, высылают представителей дипломатического корпуса с одной стороны в другую. Тут нам предлагают поверить на слово, чего мы, конечно, не можем избежать, и, конечно же, верим, того, что по месту рождения этот человек априори является агентом Крымля. У нас подобного характера высказывания, по-моему, звучали в отношении Саймона Шустера, который писал определенную публикацию, в которой были высказываны, которые возмутили Офис Президента, и, грубо говоря, пошли путем того, что это он написал. И объяснение в подобного характера случаях, когда мы пытаемся дискредитировать репутацию автора публикации, забывая о очень важных моментах. Что в случае публикации Тайм, что в случае публикации The New York Times, что в случае публикации, которые в последующем будут, были, или есть сейчас, The Economist, Wall Street Journal, Foreign Affairs и все остальные, они проходят, если это особенно редакционная статья, тем более написана журналистом, и она выходит не в рубрике «Блоги или мнение», они проходят редакционную проверку. То есть, по большому счету, мало того, что журналист написал, ну, понятно, дезинформацию, причем по заказу Кремля, так и все издательство согласилось с его доводами, проверило факты, которые он наводит в этой статье, уточнило у него, есть такие источники или нет, и выпустило их в мир, и в свет. Значит, в принципе, и его редактор, и главный выпускающий, тоже агенты Кремля. Ну, то есть, мы движемся в такой логике. И все издательство тоже, наверное, такое же. Ну, это ж обобщение более высокого уровня, которое не приводит нас к логическому результату. Потому что в таком случае, по материалам нашего центра противодействия здесь информации, ну, сотрудники Федерального бюро расследований или агентства по вопросу национальной безопасности, вот на момент, когда мы с вами пишемся в Соединенных Штатах плюс-минус 11-12 часов утра, уже должны стучать в редакцию и задерживать ее. Да. Сказать, в Украине установили, что вы все работаете в интересах русских. Но таких новостей, к сожалению, на момент, когда мы с вами записываемся, у нас пока нет. Следовательно, страна, в которой находится издательство и работает она в интересах российской пропаганды, не считает, наверное, эту информацию достоверной. Ну, потому что это же вопрос их национальной безопасности. Они пишут не только внешние политики, но и внутренние. На них опираются, на их публикации опираются и политическая элита, и общество, и так далее. Давайте начнем... Ну, это то, что касается формы. Потому что форма – это, скажем, дискредитация автора. Ну, дискредитация автора с точки зрения тех фактов, которые приведены, она является слабой. Теперь переходим к сути. Я помню утром сегодня, в день, когда мы с вами записываем это видео, в день Рождества, государственного праздника, был, кажется, представитель ГУР, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, я могу ошибаться, Юсса, по-моему, ну, наверное, он, ну, может, не он, который сказал, что да-да, Путин действительно это, сигналы посылает о переговорах. То есть он, в принципе, эту часть информации подтвердил. Ну, то есть, как таковую, что, ну, сигналы есть. А дальше начинается вопрос свободной интерпретации мотивов. Ну, во-первых, посылает ли он сигналы или нет, я бы поставил под сомнение вообще тезис этого издания. Я дальше объясню, почему. А во-вторых, интерпретация мотивации, что Путину нужна передышка. Ему нужно взять паузу, для того, чтобы собраться силами и... Рвануть. Ну, что-то вот сделать. Опять обмануть, грубо говоря, всех наших западных партнеров. Но давайте тогда исходить из того, что мы с вами оцениваем действительность на поле боя и оцениваем действительность с точки зрения ресурса, которым владеют воюющие стороны. В этой части нам нужно признать, ссылая исключительно на слова президента, которую она озвучила в интервью одному из изданий, то Россия пытается перехватить инициативу на поле боя. То есть она принимает на себя позицию наступающей стороны. Когда вы находитесь в позиции наступающей стороны, а украинская сторона, как свидетельствует информационные издания и фотографии, занимает позицию окапывающейся стороны, готовясь к наступлению, то, наверное, не похоже на то, что Россия считает свою позицию сейчас проигрышной. Ну, мне так почему-то кажется, исходя из характера боевых действий. Мне почему-то кажется, что у нас больше проблем с точки зрения получения помощи от западных стран, нежели у России, которая распоряжается своими финансовыми ресурсами. И запланировала на ближайшие годы бюджеты, ну, в пределах 100 миллиардов долларов, на осуществление мероприятий, связанных с вооруженными силами страны. Соответственно, ну, с точки зрения позиций сторон в войне, у нас ресурсов чуть меньше финансовых, мягко скажем. Мягко, мы очень мягко. Теперь смотрим на вопросы военной техники. Россия является и производителем пороха, и производителем снарядов, и техники, которые она эксплуатирует. Причем разные техники. Плюс, скажем, единственный рынок массового производства FPV-дронов и других средств, скажем, новых современных войн, для них открыт, как с точки зрения финансов, так с точки зрения любых, отсутствия любых ограничений на поставки, это Китай. Поэтому, с технической точки зрения, у них тоже свой ВПК, который работает, который выйдет на максимальный, ну, если верить Путину, конечно, мы Путину не верим, но цитаты привести должны. Ну, оборонзаказ выполнен на 98% в текущем году. В 25-м выйдет на, скажем, всю проектную мощность, которая запланирована. Если верить, ну, американским конгрессменам, которые зафиксировали соответствующие сведения в двухпартийном отчете комиссии Конгресса по вопросам внешних вызовов, это и республиканцы, и демократы, в 27-м году Россия восстановит полностью все потери, которые она получила во время войны в Украине, и будет их наращивать, продолжать наращивать. Россия готовится сформировать дополнительных два армейских корпуса, по-моему, один Ленинградский, и второй где-то вот там же рядом, с учетом вступления Финляндии в НАТО. Ну, если верить странам НАТО, это другая уже аналитика, ну, то есть кто-то, я не помню, кто это писал, что восстановление боеспособности российской армии произойдет к 25-му году, то есть чуть раньше. Россия тут готовится к НАТО наступать, на НАТО наступать. Тоже новости, которые сыпятся то оттуда, то оттуда с запада. Да, но Писториус об этом говорил, допустим, о том, что Европа должна готовиться, у нас есть максимум 5-8 лет, будет война России с НАТО. Вот, вот, вот. Я вот к чему, собственно, говорю, вот похоже на то, что вот в этой всей конструкции ожидаемых рисков Россия находится в той позиции, которая, ну, в ее доктрине и с ее ресурсами хочет закончить войну. И много ли у нее... У нее есть проблемы. То есть мы не минимизируем моменты, связанные, и не пренебрегаем, связанные там с соцэкономом, да, то есть и учетную ставку повысили, инфляция высокая. Да, но боевые действия не на их территории у нас. Состояние населения другое. Ну, и мобилизация внутри этой страны происходит не путем мобилизации, а путем заключения контракта. То есть социального стресса массового какого-то внутри страны не создается. А у нас, в противовес этому, даже без вопросов мобилизации, вопросы с поддержкой заключаются в позиции наших стран-союзников. И тут мы переходим к важному моменту, мне кажется, и это моя форма интерпретации, в которой я, возможно, одинок. Что подобного характера публикация это формирование информационной легенды, ну, хотите, назовите попроще, ИПСО, при котором возможные последующие, если они будут или нет, переговоры, связанные с замораживанием конфликта, прекращением войны, это длинный процесс, который растянется, скорее всего, на годы, будет или, может быть, будет продан своей внутренней аудитории на Западе, как шаг навстречу врагу, который иссяк. То есть не мы просим о переговорах, как бы, может быть, не достигая своей цели, а вот враг понял, что он не может с нами бороться и просит о переговорах, и мы понимаем, что как бы надо, ну, мы же понимаем, что политика, дипломатические переговоры, страна страдает, Украина, люди иссякают, да, экономика и так дальше. И мы вот, как гуманисты, которые все-таки идут навстречу цивилизованным правилом, да, а не мясорубком, мы с барского плеча говорим, да. Сама публикация, она же касается вообще отчетного момента периода сентября прошлого года. Ну, все о ней говорят, но не все, или мало кто ее читал. И так же завор идет о том, что в сентябре, тогда, когда мы находились на стадии эмоционального пика и военных успехов, Путин был готов вести переговоры. Я больше того помню, что часто люди говорили о том, что эти переговоры могут увенчаться определенными договоренностями на форуме Большой Двадцатки. На тот форум, на который Путина не пригласили, полетел Лавров, потом Лавров посетил, я не помню, зоопарк он там посещал или нет, ну, в общем, была там эта ситуация, а потом он оттуда улетел. И дальше поднеслась история, которая называется зимний период с ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры Украины. Почему генерал Миля и Вадим Юрьевич Коросев об этом не устает повторять во время ваших с ним личных встреч, чему я, конечно, искренне завидую, не сказать, что ревную, но где-то рядом. но тем не менее. Но тем не менее. Генерал Миля говорил о том, что в переговоры нужно ступать с позиции доминирующей или более сильной. Что мы имеем сейчас? Находимся ли мы, положа руку на сердце, всем нашему центру противодействия, дезинформации, гуру и так дальше, в доминирующей позиции на поле боя? Если исходить из целей, то есть мы же тоже должны понимать, цели, которые стратегически, допустим, на 23-й год ставили перед собой украинские вооруженные силы и российские вооруженные силы. У нас цель была удачная наступательная операция, которая должна привести к деоккупации значительной части территории, в идеале, конечно, пересечения разрез сухопутного коридора в Крым. Ну а дальше, в зависимости от того, как прорвем. Для России по характеру действий после того, как они были вытеснены с территории Херсона, за область за все не говорим, у них, может быть, врут, конечно, скорее всего, врут, русские не могут не врать, у них цель была окопаться и не допустить успеха наступательной операции. Но по результатам, находясь с вами в 25-м декабря, мы с вами можем сказать о том, что наша цель вероятнее всего не достигнут в том масштабе. И это мы ссылаемся, упаси Господь, не на свои умозаключения, а на западную прессу, наших военных, в том числе на господина Залужного, который подобного характера высказывания может дословно не так, но по сути это так. Нас никто ни в чем не обвинил. Значит, если у нас успеха не было в силу разных причин, не вовремя поставили оружие, не надлежащего качества, не в том количестве и в той номенклатуре, которая была необходима, целая самокупность проблем, связанных с этим есть. Ну и скажем, возможно добавить туда и то, что враг на самом деле окопался очень глубоко и это тоже признают и наши военные, которые говорят, так как было заминировано и те эшелонированные обороны, которые они выстроили, это вообще просто космос такого, космос в том смысле, что это невозможно представить за короткий период времени, что оно так будет построено. Возможно предателей куча, которые сдавали и направление наступления, причем предателей в странах НАТО, опять же, по неподтвержденным данным есть даже некоторые преговоры в отношении лиц. Возможно, ну, возможно, опять же, таки, разведка нашего врага не спит, ну, то есть, точно так же, как завербовывают журналистов за Нью-Йорк Таймс для написания подобных статей, может быть, может быть, вербовали, устанавливали, снимали информацию о том, где будет наступление, какие силы будут сосредотачиваться вокруг. То есть, есть война, это же, как бы, не алгоритм заблаговременно запрограммированных действий, которые приведут к исходному результату, да, может быть, по-разному, это тоже надо понимать. Но цель, которую ставила Россия, она, как бы, достигнута. Ну, и теперь, кто находится в преимущественной, а в инициативной позиции? Ну, как бы, ни одна сторона своих целей не достигла. То есть, мы не дооккупировали, но и Россия не оккупировала, так как она считает, те области, как она не думает, что они присоединили согласно проведенному ректоренту. Но наступают они. Ресурсы, вроде, есть, санкции, не сказать, чтобы их удушили, не сказать, что они изолированы от мира. Тут сложно об этом говорить. Но при всем желании, как бы, поддержать общий информационный нарратив, ну, подобного характера высказывания, они будут не соответствовать действительности. Не, ну, мы даже можем привести конкретные факты. Вот, пожалуйста, тот же Макрон, Олимпиада 2024 в Париже. Россиян и белорусов пригласили под нейтральными флагами выступать. Не все спортивные федерации, но тем не менее, Макрон не так давно заявил о том, что если ситуация поменяется, он готов Путина пригласить на годовщину очередной высадки в Нормандии. Мы также знаем ситуацию о визитах в Китай, о поддержке стран, допустим, Востока и так далее. И это все нам тоже известно, поэтому тут есть абсолютно конкретные факты. И Орбан, который представитель Евросоюза, ручкается с Путиным на мероприятиях и так далее. Ну, смотрите, из важных политических вещей, да, тут мы двухстороннее говорим, это саммит Большой Двадцатки даже в дистанционном режиме, где он выступил, Путин, как все-таки человек, по отношению которого есть ордер на задержание. Ну, и есть такое еще, скажем, негласное сообщество, арктическое, по развитию, скажем, арктического пути. И они там вполне себя, как бы, себя ощущают. Там же разные страны. Поэтому международной изоляции тоже не произошло. И вот тогда мне не совсем понятно, ну, как бы, выводы или толкования, о которых мы говорим, как о том положении, в котором находится Россия, который толкает ее от безысходности искать возможности переговоров. Но по существу. Является ли окно переговоров закрытым? Нет. Это даже не вопрос, там, цитаты Лукашенко, который вот он изверг, наряду с тем, что готов поделиться яйцами, ну, вернее, Путин его попросил поделиться яйцами, и Лукашенко сказал, что у меня такие яйца, что я готов поделиться. Или не сказал. Ну, в целом, я думаю, что дружественное яйцо протянет дружественному союзному государству одно-два тонна делаем такое. А о том, что Путин во время пресс-конференции своей и общения с населением России, он высказался, что мы с Украиной, мы договорились однажды, говоря о Стамбуле, но эти договоренности были выброшены. Я пытаюсь близко к тексту передавать, но дословно не помню. Можем договориться снова. Ну, значит, если мы говорим о сигналах, тут не надо быть за Нью-Йорк Таймс или за вербованным агентом Кремля, чтобы эти слова услышать. Пресс-конференция не заблокирована в Ютубе. Ну, значит, в чем новизна публикации? В чем новизна публикации по принципу, что ее надо развенчать? Макрон, который говорит о том, что номер не поменял, смски Путину могу писать, он мне может отвечать. Ну, переговорные группы на уровне даже там стран-посредник с Африки, Южноафриканская республика, стран-участников БРИКС, стран-латинской Америки, но они вот как? А их не существует? То есть переговоры не ведутся? Не ведутся в смысле проблематики, которая существует, но ведутся, конечно. Поэтому тут вопрос, с кем переговоры? И это самый важный вопрос. С Западом или с Украиной? С Украиной это, я предполагаю, и Путин может тоже вести диалог, но в каком ключе? Тогда, когда мы не будем ну, скажем, апеллировать к позиции наших союзников. И я думаю, что такой диалог его устроит. Ну, в этой концепции движется Алексей Николаевич Арестович. Всецелый, говоря о том, что надо брать Путина, садиться, триндеть, предъявлять иск Западу. Бог ему судья, Алексею Николаевичу, как он переобувается в воздухе, не нам его судить, народ рассудит. Ну, его тезисы в этой части, которую он озвучивал, Латынины, если убрать драматургию и разнообразную шелуху, они плюс-минус сводятся к тому, что мы можем договариваться так. Другой вариант, ну, если мы все-таки считаем, что наша позиция по переговорам зависит от партнеров и союзников, а мы на это апеллируем, потому что Вадим Александрович говорит, что у нас же есть формула мира, наши союзники своих формул не придумывают, это важный момент, наши союзники говорят о том, что мы поддерживаем 10 пунктов Зеленского и будет так, как Украина сказала, и за спиной никаких переговоров, ни кроку назад из Макдональдса с Украиной и так дальше. Это же все было, поэтому Путин может вести диалог с Западом, но Запад позицию занял, ну, Запад, это имеется те страны, которые нас поддерживают, что это же вопрос суверенной Украины, ну, и Украина говорит о том, что мы не будем с Путиным вести диалог, значит, какая тогда разница нам в тем в совокупности от того, что нам развенчали эту публикацию, то есть, вот мы с вами потратили минут 35-40 времени для того, что выставить какую-то плюс-минус логическую цепочку, от того, что действия, связанные с развенчиванием автора и еще кого-то, они отведены к нулю. Если мы, если вопрос переговоров зависит исключительно от нас, он не давит на нас отсутствие ресурса, отсутствие финансов, военной техники, позиция стран, как, допустим, министр обороны Италии, который говорит, ну, военным путем попробовали, а что вы попробовали военным путем? Вы попробовали, то есть, мы, наши вооруженные силы, или вооруженные силы России попробовали военную путем? Уточните, пожалуйста, этот момент. Но мы этот путь попробовали, но цели не достигли, поэтому надо к переговорным переходить. Если все эти позиции сходятся к тому, что будет решение за Украину, и Украина говорит нет, то неважно, какой сигнал Путин посылает. Союзники все едины в поддержке нашей, мы же в этом уверены, хотя быть в этом уверенным тоже нам не позволяют слова Владимира Александровича, который на пресс-конференции сказал, что, как бы, ну, время покажет, насколько мы можем быть в союзниках уверены. Поэтому, а самое главное, вот, в части вот этой истории с публикацией, которую мы развенчиваем, да, чего нам достичь этим развенчиваем, что переговоров нет. Ну, то есть, какая цель? Ну, какую цель преследует шаг, связанный с дискредитацией автора или отрицание того, что, чего в действительности не существует? А я думаю, что все сводится, на самом деле, к простому, банальному и, к сожалению, наверное, наиболее очевидному варианту. Когда появилась шумиха вокруг этой публикации, она же не одна. На самом деле, есть куча публикации, где есть сценарии завершения войны, три или четыре штуки. И, допустим, Тайм пишет о том, что нужно пересмотреть цели, ну, то есть, стратегическую цель, которую можно достигнуть. Мы цель стратегическую не меняем, это граница 1991 года, просто методы можем менять, тактический. Президент тоже об этом сказал, отвечая на вопрос. Я думаю, что, во-первых, для того, чтобы сымитировать присутствие и важность, конечно, в развенчивании пропаганды, посмотрели, что же бы публикация. Самый простой способ сказать, что это говно, и сказать, что мы же капец как работаем, это загуглить авторов. Гуглишь авторов, потом смотришь, мать моя, да он же ж в России рожняет. Все. Пишем пост. А что? И, к сожалению, как бы это, может быть, не звучало примитивно и глупо, процентов на 85 я уверен, что это так. Если это так, то тогда у меня для всех очень плохие новости. Мы упомянули косвенно Лукашенко. Вот как раз новость одна, которая касается того, что сказал Лукашенко во время визита в Россию. Он сказал, что будет крах, если война не закончится в 2024 году. Он это сказал в Санкт-Петербурге, его цитирует Белта. У Лукашенко спросили, есть ли шанс, что решится по Украине в следующем году. Лукашенко ответил следующее. Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать. Ну, весьма интересно, почему об этом спрашивает Лукашенко, который, в принципе, да, ну, явно не влияет на решение ситуации и окончания или не окончания войны, окончания или не окончания вторжения Российской Федерации в Украину, но, тем не менее, весьма интересно, что это озвучивает, как принято говорить, вассал Путина Лукашенко, дабы не самим Путиным это было озвучено или как? Ну, опять же, я понимаю, что для зрителя память, как бы, ну, это не самое качество, которое все время актуально, но... Смотря для каких зрителей? Это я сам не сорвался. Есть зрители, которые помнят все. Органы, органы пишут, пишут, да, и хроники не горят, да. Но у Лукашенко в этом году вышло продолжительное интервью с Панченко, да, у него все интервью было на полтора часа, в котором он говорил о развитии событий, которые в его интерпретации звучали примерно так же, как и вот этот тезис, что дальше будет хуже или возможность может быть утеряна и так дальше и тому подобное. То есть, тут новизны в тезисах нет. Почему он говорит о 24-м или его спрашивают о 24-м? Тоже забываем. Недели две назад помощник, ну, скажем, помощник, по-моему, Джейкоба Салливана. Джейкоб Салливан, напомню, советник по вопросу национальной безопасности президента Соединенных Штатов, один из умнейших, наверное, людей в администрации, которые не занимаются, к счастью, миграцией, как Камала Харрис, а занимаются непосредственно политикой внешней. А внешняя политика Соединенных Штатов в силу их роли, это иногда и часто важнее внутренней политики, потому что гегемонизм определяется своей способностью, в том числе влиять на процессы далеко за пределами. Он что сказал? Формировать в течение 24-го года военные способности и мощности, в том числе восстановить экономику, с тем, чтобы что? Выйти к концу года куда? На переговорный трек. Это же американские слова. До Лукашенко. Значит, в принципе, наверное, где-то в каких-то частях Белого дома и Кремлевского дома не обязательно через The New York Times видение, желание или стратегия, они плюс-минус, ну, один из их вариантов, они совпадают. Когда мы говорим о том, почему Лукашенко? Лукашенко имеет прагматический интерес. Целые территории Республики Беларусь уже, как минимум, наверное, в течение года к нам никто не заходит и ничто не летит. Да. Помимо того, что мы никогда не забудем, конечно, что белорусы были той страной, которая приютила со стороны которой заходили российские войска в 22-м году, тот факт, что в течение года она не подвергает угрозы нашей территории с использованием ракет или РСЗО разнообразных и так дальше, надо понимать, что в таких условиях Беларусь является отчасти бенефициаром подобного переговорного процесса, в котором она очень хочет участвовать. Лукашенко во время интервью вот этого летнего сказал о том, что без нас никак. Без нас вы же не сможете договориться. Почему он этого хочет? у него есть стратегический интерес связан с Китаем, у него есть стратегический интерес, где он понимает, что он может быть транзитной страной между ЕС и Россией. И это как бы слабого вассала превратит, конечно, в вассала, но немного более богаче. Почему? Потому что ты участия не принимаешь, уже не принимаешь. Плюс выборы проведешь. У него выборы, по-моему, в следующем году. Ну, не президентские, а оппозиция, парламент, все остальное. Демократия. С демократией можно вести переговоры. Можно параллель с Венесуэлой провести. У них тоже там выборы должны быть. И как бы вот это проведение выборов для Мадуро является условием со стороны Запада того, что какие-то санкции будут сняты. Какие-то. Не все. Но те, которые позволят работать по определенным отраслям. По определенным отраслям. Но определенных отраслей, которые могут работать между Европой и Россией через Беларусь, их очень много. В том числе и господа перевозчики на польской границе. Которые, конечно, все, Польша, готовятся, очень готовятся к вторжению со стороны Республики Беларусь. Но, в принципе, в отдельных местах фуры могут ехать. Может быть, может быть, отдельные решения будут приняты на уровне Европейского Союза, которые позволят это осуществить. Является ли здесь Лукашенко заинтересованным субъектом? Несомненно. Потому что выборы я проведу, демократия победила, но агрессия не осуществляю, роль переговорщика есть. Да что вам, волки, об меня надо? Осталось только признать Лукашенко президента. А то херня против президента, господи боже, он и без признания живет. Ну, в той части мира, в которой ему это признание необходимо, он живет. Будет ездить премьер-министр на съезд куда-то в страны Европейского Союза. Я не шучу. На самом деле, как бы это может не казалось странным, но если мы говорим о переговорном процессе, то каждая сторона будет представлять, каждую сторону будет представлять какой-то определенный посредник. Со стороны ЕС Орбан, ну, хотя скорее Макрон, но тем не менее. Там дальше со стороны России почему не Беларусь? Беларусь. Турки. Турки тоже хотят переговорный процесс. А самое главное, что мы когда перечисляем эти страны, это страны, с которыми у нас есть граница. Поэтому избежать их и просто прикинуть, что переговорный процесс, может мы говорим с вами о технических переговорах. Глобально понятийные договоренности, конечно, если мы говорим о стратегической безопасности в мире, то в этой стратегической безопасности Россия видит переговоры эти Китай, США и Россия. Китай видит их Китай Соединенные Штаты. Соединенные Штаты видят их по принципу Соединенные Штаты, ну, а вы принимаете или Соединенные Штаты и Китай. Но вопрос региональной безопасности это все равно вопрос Европейского Союза. А для нас это вопрос наших соседей. А для Лукашенко это вопрос, когда роль посредника позволяет чувствовать себя почти Эрдоганом. Почему? А что, в Эрдогане самолеты не летают в Россию? Летают. Страна НАТО, которая не соблюдает санкции в отношении Российской Федерации. А как так получилось? Ну вот как так получилось? Уже даже верновой коридор не работает. Ну, он-то работал. И вот с тех пор как бы все получается. А почему Турция позволяет? Ну, потому что есть стратегический интерес в Черноморье. И потому что Турция еще не приняла решение по Швеции. И потому что Турция имеет определенные рычаги воздействия. И значит, кому-то можно. А если можно там, и вы там рассказывали, что тоже авторитарный лидер, Эрдоган, ну, он, который победил на выборах, так мне осталось только выборы провести. И вы меня тоже, может быть, поставите за стол. Китай скажет, хорошо, нам нужен транзит товаров. Какой? Через Республику Белоруссию, Европейский Союз, чудесно. Альтернативный маршрут поставок. Ну, Китай заинтересован в том, что Беларусь первой страной, ну, наряду с Россией, вышла из-под санкций. Поэтому Лукашенко, констатируя факт, ну, это же его личная оценка, как он оценивает внешний вид президента, ощущение давления и так дальше. Да, мы без него видели, слушали пресс-конференцию, понимаем, что в Украине достаточно сложностей на внешнем контуре, в том числе с международными партнерами. И президент точно не может быть радостным и улыбающимся, когда он говорит об этих вещах. Но Лукашенко драматизирует. Не надо, конечно, выходить подалеку и рассказывать о том, что как Лукашенко выглядит. Это тот пинг-понг, который играть не стоит, потому что... Ну, потому что не стоит. Но, тем не менее, я думаю, что... Знаете, о тонкостях переговоров с Республикой Беларусь, конечно, у нас расскажет отдельный народный депутат, который специально тренирован и послан на землю Альянсом, цитируя известный мультипликационный продукт моего раннего детства. Но он-то расскажет, что он готов. Он, вернее, уже рассказал. Я же в любой момент готов ради Родины и так далее. Тем более ГУР подтверждает, что человек выполнял задание. Но почему нет? Ну, то есть, главное в этой всей прекрасной ситуации, чтобы понять... Ну, ты возвращаешься даже к публикации за Нью-Йорк Каймс. Понять, кто какие сигналы кому отправляет. Надо кому-то с кем-то поговорить. А так мы заочную дискуссию журналиста, который общался с источниками, а источники общались с кем-то, а кто-то кому-то что-то куда-то послал, интерпретируем уже как факт. А, по-моему, нам такой интерпретации не надо. На уровне государств есть достаточно механизмов использования посредников международных доверенных лиц или своих неофициальных лиц для того, чтобы понять, посылали или не посылали. Бернс как-то лично в Москву улетал в декабре 21-го года и в Киев лично летал. И никто его на тот момент не порицал. Потому что он снимал информацию непосредственно. Для чего? Для того, чтобы его военно-политическое руководство принимало стратегически верные решения. Мы надеемся на то, что никаких решений на базе публикации иностранной прессы не принимаются. Да? Да, мы на это надеемся, конечно же. Но, тем не менее, мы видим, да, и мы понимаем, что что-то таки готовится, что-то намечается. Вы упомянули уже Соединенные Штаты Америки. Чиновники разных категорий не один раз заявляли о том, что так, Украина уже победила. Это уже победа, то, что вы выстояли. Давайте готовьтесь к обороне, а потом вот будем как-то дипломатическим путем что-то думать, возвращать и так далее. И вот эти все заявления, да, там как бы заявления Зеленского во время пресс-конференции. И тут важно понять, к чему нам стоит готовиться в плане того, как дальнейшая наша там судьба, да, судьба страны и в принципе 2024 год, 2025, как это все может выглядеть на практике. То есть мы понимаем, что что-то готовится, но мы не понимаем что и не понимаем, в каком виде это нам будут подавать. И вот мы хотим это понимать. Ну, на самом деле, если уже исходить из такого формата логики обсуждения, нам уже это подают. То есть привыкание к слову, переговоры, сигналы, надо переходить в дипломатический трек, они звучат из Запада и, грубо говоря, Запад цитирует, что звучат с Востока. Ну и плюс мы с вами обсудили ситуацию с Путиным в пресс-конференции, они оттуда звучат. То есть из категоричной позиции она стала уже более мягкой. Но, а раз так, то в риторике нашей с вами, на фоне событий на фронте, на фоне проблем с финансированием и всем остальным, восприятие такого метода, ну, в массовом сознании, да, то есть, конечно, публично все скажут, нет-нет, мы с военно-политическим руководством. Но на уровне массового сознания, ну, эти слова вообще начнут появляться в голове. Переговоры, есть проблемы, но те окопались, те окопались, военным путем решить сложно. Ну, то есть отрезвляющим моментом нашей информационной повестки было интервью за ужином. Да. Где, ну, во-первых, там вопрос количества жертв, ну, не жертв, а убитых и раненых, и он отличается немного, примерно раза в два от той статистики, которую мы каждый день видим. Это раз. Второе, вопрос того, что может быть военным путем достичь цели при текущем уровне развития невозможный. Это два. А потом количество необходимого для успешной какой-то операции, это три. И даже я, ну, во-первых, мы столько не получим. Во-вторых, тут придется переходить на более сложный уровень аналитики, когда наши страны-партнеры должны оценивать для себя риски эскалации. И у них соответствующие материалы аналитические есть. Та же корпорация Рент писала о возможных горизонтальных и вертикальных способах эскалации конфликта. И один из этих сценариев это то, что, допустим, продвижение вооруженных сил Украины вглубь тех территорий, которые являются их, ну, то есть нашими с вами, но Россия считает, что она их уже заняла, может привести к тому, что противник, я упрощаю, будет находиться в состоянии субъекта, которому нечего терять, ну, то есть находиться в крайней степени, допустим, отчаяния, допустим, и что приведет к нанесению ударов, допустим, по тем, кто оружие предоставляет. Соответственно, этого необходимо избегать, преследуя ключевой принцип, который звучит и звучит, и звучал, и будет звучать всю дорогу. Недопустимость конфликта НАТО и России. А они рассматривают возможность продвижения вооруженных сил Украины, я еще раз подчеркиваю, как риск подобного характера эскалации, на который придется ответить. Ну, потому что если полетит что-то в сторону Польши, Германии, либо Валтии, ну, оставить без ответа, ну, как бы как самолетик не получится, да? А, ну, или самолетик, или ракету, или сбитый БПЛА над Черным морем в прошлом году, или там истребитель в Турции сбитый, да? Ну, то есть это же все было. Так не получится, когда целенаправленно удар идет по военной базе. Поэтому они говорят, что мне этого надо избегать. Потому что любая страна, она не ищет конфликта. Ну, кроме РУПИ. Да. Русские искали конфликт. Потому что в их логике они считали, что средство политического решения вопросов противостояния с Западом, с которым воюют на территории Украины, с Украиной, но считают, что воюют с Западом. Потому что они исчерпаны. То есть, и, соответственно, война как продолжение политики, да? Когда политический путь не привел к результату. Поэтому наши страны-партнеры тоже нам не предоставят всего того, что написал Валерий Федорович. Как бы мы ни говорили, что вот если это все будет, то тогда будет это. Но этого не будет, потому что это приведет к чему? Возможная эскалация. Эскалация – это риск для партнеров. Партнеры хотят избежать риска. Точка. Ну, это можно расширить, это можно сузить. Ну, кого интересно, зайдите на канал «Легист» и посмотрите. Там все есть. Хотя часть аудитории уже смотрела. Поэтому мы каждый раз вынуждены усложнять наше мышление по мере того... Ну, и, к сожалению, это происходит медленно, порционно. То есть, мы находимся... Ну, за этот год у нас вопрос трибунала ушел. Но репарация в контрибуциях тоже вопрос куда-то ушел. Ну, о Крыме и кофе тоже мы перестали говорить. И на следующий год... Ну, одну или две я публикации видел, что мы можем подготовиться к наступательной операции. Но если наши партнеры говорят о том, что мы должны накопить силы и вступить в переговоры, наверное, они характер предоставляемой помощи не будут нам давать такой, который предусматривает наступательную операцию, по крайней мере, в первой половине года. Поэтому вот в условиях, если Россия будет наступать и не сможет получить, а мы на это рассчитываем, никакого результата, мы наступление в этом году провели. У нас вроде тоже как-то сложно мы об этом говорили. Стороны придут к тому, что последующее продолжение войны не приведет к успеху ни одной из них, а только истощает друг друга. Что соответствует концепции НАТО, связанных с моделированием конфликта или, возможно, военного вторжения в России на территорию стран Балтии. Есть такой тоже документ, и там написано, что нужно попытаться увязать врага, когда последующее продолжение войны для него будет становиться все более и более обременительным. Но понимания того, что он достигнет результата, у него не будет. На самом деле все сценарии чуть прописаны на более сложной литературе. Все есть, читайте книжки, называется. Это да. Спасибо вам большое за разговор. Андрей Вегеринский, политический аналитик, был сегодня на Политеке. Друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите, поддерживаете, комментируете. Конечно же, если вы не подписались, сделать это можно прямо сейчас. Под этим видео кнопочка «Подписаться», вы ее нажимаете, и вы уже вместе с нами. А значит, вы первыми получаете ответы на вопросы, комментарии, аналитику. А это все, соответственно, помогает вам анализировать, понимать, что реально происходит, где мы в этой системе координат, ну и куда мы, конечно же, движемся. Мы с вами обязательно увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя. ПОДПИСМЕНТР ПОДПИСМЕНТР